Ваши контакты Всемирной Федерации Каратэ, они не являются случайными. Это закономерный процесс рождения костики каратэ, продолжения, развития. В 70-х годах был создан Всемирный Союз Организации Каратэ, ГУКО. Основной задачей ГУКО это было продвижение каратэ в Олимпийские игры. И тогда ГУКО разработали две версии правил. Одни правила мягкие, мостики каратэ. Для школьников, студентов бесконтактное каратэ. И в перспективе планировалось, что вот это мостики каратэ будет делегировано в универсиады. Для профессиональных спортсменов была разработана версия правил жесткого каратэ, мостики каратэ. Но для того, чтобы не проводить к травматизму жесткие поединки, было разработано вот это уникальное оборудование. Шлем с пластмассовым забралом, терраса, которая на японском языке, вот этот комплект оборудования называется «Анзенбога» – «Защита тела». Наши контакты с ВКФ, они были многоплановые. Началось сначала с консультаций, потом была очень тщательная экспертиза всех наших документов, начиная с уставных документов. И от нас потребовались выписки из банковского счета, что мы действительно зарегистрированы, регистрационные реестры. Дальше справку из налоговых органов, где мы состоим на налоговом учете, где мы платим налоги. Налоги Всемирного Союза плачет Евросоюзе. Поэтому это очень серьезные документы. Дальше потребовали правила, переведенные на четыре языка. Соответственно, английский, французский, итальянский, японский. Мы еще на русском языке эти правила представили, потому что в составе учредителей Всемирного Союза есть лидерация каратэ России. И Россия – огромнейшая территория, на которой Косики развивается, пожалуй, наиболее активное мире. Поэтому эти правила были представлены на русском языке, который сейчас уже почти признан как международный язык. Создание Косики каратэ преследовало в 70-х годах прошлого века простую идею – объединить все стили каратэ в рамках очень открытой, объективной, наглядной, современной, всем понятной спортивной соревновательной системы. Поэтому Косики каратэ и родилось и на этой идеологии. И идеология сохранилась. И в соревнованиях нашей федерации принимают участие ребята из школ, таких как Шатакан классический, Вадарю, Годзарю, из рукопашного боя различных. Тэквондо активно к нам ребята приходят, занимающиеся кик-коксингом, и они находят Косики и немножко то, чего не хватает в их стиле. Может быть жесткость, может быть многообразие техники, может быть комбинаторики. То есть мы рады, что мы можем нашим коллегам, работающим в каких-то параллельных системах, представить Косики, где можно максимально открыться. У нас есть и бросковые техники, очень много. Я могу сказать, что у нас приходят ребята из дзюдо, которым нравится не только бросать, но и немножко кулаками поработать, ногами попробовать побить. И это действительно праздник современного каратэ, как соревновательность системы. Пусть понятие стиль, когда мы говорим о Косике. Селевая окраска каратэ никакого отношения к Косике и каратэ не имеет. Я могу сказать даже больше, что первые соревнования по Косике и каратэ, которые проходили в 70-х годах в Токио, это был первый чемпионат по Косике и каратэ, там не было разыграно даже соревнования по Кота, потому что эти соревнования собрали такое многообразие различных школ каратэ. И это многообразие не позволило проводить соревнования по Кота, потому что каждая школа имеет специфику выполнения Кота. Это понятно, это хорошо. И было очень сложно найти консенсус судейский, как правильно их оценивать. Поэтому было принято очень такое мудрое, соломонное решение, что мы не делаем Кота, мы делаем только Кумитэ. И это всех устроило, что действительно люди одевают оборудование, показывают весь спектр своей техники, и техника, которую они показывают, решает, кто становится сильнейшим на этом татаме. И действительно все говорят, да, я участвую в соревнованиях по Косике и каратэ, я показываю технику своей школы, но применительно к правилам проведения соревнований по Косике и каратэ. Именно мастерство определяет твой уровень на соревнованиях и успешность, твою успешность на этих соревнованиях, а не секреты школы. Вот самый важный смысл Косики, это демократичная, соппортивная соревновательная система, позволяющая участвовать в ней практически всем, без исключения видов боевых искусств, которые проводят соревнования с каким-то контактом. Конечно, я думаю, тяжело мастерам из Айкидо принимать участие в наших соревнованиях, или мастерам Кэндо принимать в наших участиях, наверное. Или мастерам Сумо принимать в наших соревнованиях, наверное. Но все остальные виды, каратэ классические, тэквондо, кикбоксинг, ушу, саньда, с большим удовольствием приходят там на соревнования, и мы даже проводили матчевые встречи между нашими ребятами и ребятами, например, из федерации Матая. У нас были матчевые встречи с ребятами из рукопашного боя, у нас были матчевые встречи между нашими ребятами и ребятами из кикбоксинга. Это служило очень хорошему взаимообмену техник, взаимным контактом. Мы не выясняли отношения, кто лучше, кто хуже. Просто было посмотреть интересно адаптацию тех или иной техники к каким-то соревновательным практикам. Мы открыты на наших соревнованиях, мы проводим по открытой формуле, мы принимаем заявки от любых организаций, но, естественно, сначала мы требуем от них, чтобы они ознакомились с этими правилами, по которым придется выступать. Предлагаем им оборудование, проводим для них какие-то мини-семинары по правилам пройдения соревнований, и это приносит очень большие результаты в совместной хорошей работе.